ВАЛИ БЕР ЭНД ЗЕ НОУ ГЕН Что ж, для начала должен сказать, что я уже озадачен видом картриджа. Вы только взгляните, он не похож на другие картриджи для Нинтендо. И зачем здесь надпись «Нажми сюда?» Серьезно? Нажми сюда? Нафига? Для чего эта надпись? Она что, должна объяснить вам, как засунуть игру внутрь? Кипа, как вставить картридж в Нинтендо. Слушайте, они реально думали, что дети такие тупые? Тогда уж следовало написать «Нажми сюда, долбодел». Ведь без этой надписи дети такие. Э-э-э-э, как мне поиграть в эту игру? Так, ладно, мы начинаем в главном меню с деформированным медведем в очках, который мчит на скейтборде. Типичная нехватка воображения у составителей антинаркотической программы. Вы можете выбрать между режимом на одного и на двух игроков. Если вам, конечно, повезло настолько, что нашелся друг согласен играть в этот кусок дерьма. Ладно, сюжет таков. Вы ультрамодный скейтбордный задрот Валли Берр. Ваш дядя Гарри Гризли хочет, чтобы вы собрали своих четких друзей и отправились в его дом на вечеринку. Валли хочет припереться туда до темноты, или до того, как истечет все время, или до того, как закончится жизнь. Каждая птица и собака на тротуаре хочет вашей смерти. А все, что вы можете сделать для спасения вашей жизни, это прыгать. Вы можете достать такие вещи, как пиццы, летающие тарелки и колпаки, чтобы кидать во врагов. Но вы не можете нормально попасть по птицам, потому что предметы летят горизонтально. Кстати, зачем вообще птицы убивать медведя на скейтборде? Уровни умом, помрачительно повторяющиеся. Серьезно, одни и те же декорации используются снова и снова. Это как сцена вождения в мультсериале Флинстоуны. Если вы заметили, то там вещи на заднем плане просто постоянно повторяются по новой. Есть, правда, одно различие. Флинстоуны были интересными. А это... Это просто поебота. Тут, кстати, есть такой засранец по имени Крыса Рикки, который пытается столкнуть вас со скейтборда и сделать героиновым торчком. Вы также предотвратите похищение радио пуделя. Не дадите ящерице поехать пьяным за рулем. И справитесь с другими делами, от которых вы то можете умереть, то можете начать нюхать Крэг своим медвежьим рылом. Музыка в игре просто ужасно сосет. Ни одна говеная игра не обходится без звукового сопровождения, от которого хочется сблевать. Лучше уж послушать, как младенец задыхается до смерти. Так что просто вырубайте звук. А если вы еще играете, то вырубайте нахер игру. В 80-х казалось, что все подобные персонажи пытаются огородить детей от наркотиков. Был ли это Макграф или Пиви, или совместные усилия Альфа, Микеланджело, Боксабани, Мисс Пиги. А эта игра, я уверен, вообще никак не огородила детей от наркотиков. Наверняка люди, которые ее сделали, сами сидели на чем-то. Так что избегайте ее всеми методами, пока сами не окажетесь наркоманами. Так что давайте вместе скажем «нет наркотикам» и «нет этой дерьмовой игре». Я недавно узнал, что существует горячая линия Валли Бир. 1-800-Хай Валли. Ну, навряд ли, конечно, после 20 лет линия будет все еще работать. Но может где-нибудь, в каком-то старом пыльном подвале, Валли Бир еще живет. Валли Бир. Ну нахер. Это пугает меня до чертиков, как будто разговариваю с призраком. Озвучил псих, перевел Мэтт Дэвил.